Перед нами прекрасное время. Давайте мы поднимемся и просим, чтобы Бог нас благословил. Дорогой Господь, мы славим и величаем Твое имя, Господь. Мы благодарим Тебя за этот прекрасный день, Господь. За эту прекрасную возможность, Господь, сегодня вступить в завет вместе с Тобой. Боже, благослови, Господь, это время. Благослови, Господь, каждого, кого Ты приготовил. Благослови, Господь, это время. И пускай милость Твоя, Господь, радость Твоя и все, что Ты приготовил для этих людей, придут сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. В первую очередь я хотел бы вас всех поздравить, сегодня действительно замечательный благословенный день в вашей жизни, день, который вы уже будете отмечать, как уже второй какой-то день календаря после вашего рождения, день завета с Богом. У меня это было примерно 25 лет назад, и это трепетно, трепетно вспоминать, что будучи тем человеком, который возможно что-то не понимал еще, возможно не сильно разбирался в Библии, каких-то возможно особо духовных вопросов, но я был готов открыть свое сердце. Я был готов действительно к Богу с доверием и сказать Богу да. Да, Богу, которого возможно я еще не совсем понимаю, возможно с Которым мне еще стоит пройти очень много лет жизни, которые меня еще порадуют и от Которого еще пройдет очень много благословений. И смотря вот уже сквозь 25 лет, я ни минуты не жалею, ни минуты не грущу о том времени, о том, что я когда-то сказал Богу да. Это время действительно благословенное. Это время, когда Бог благословлял, Бог поднимал, Бог защищал, Бог вел, Бог очищал и очень много разных вещей делал в моей жизни. Я хотел бы сегодня вам прочитать историю из Библии и перейти к Божьему Слову и дать несколько благословений оттуда. Эта история написана в Матфея, в 3 главе, 16-18 стих. Это история крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Мы постарались создать для вас максимально приближенные условия, напротив вас фотографии реки Иордан, и также водичка по цвету, примерно похожая на ту реку, которая в реке Иордан. Чтобы было максимальное погружение в те реальности в то время, в которое было. Почему хотелось бы об этом вместе говорить, о том, что происходило с Иисусом? Потому что это прообраз для каждого из нас. Первое, что произошло, это ответственность Ему небесам. Знаете, что с момента, как вы заключите завет с Богом, с момента, как вы скажете Богу «Да», скажете «Я хочу идти вместе с тобой», «Я обещаю тебе служить чистой и верной совестью для конца своей жизни», с этого момента небо будет открыто для вас. Открыто для того, чтобы благословлять вашу жизнь. Для того, чтобы благословение, откровение, для того, чтобы милость Божья снисходила на вашу жизнь. Но и открыто для того, чтобы назад, вверх могли подниматься ваши молитвы, могли подниматься ваши обещания, ваша верность, ваше общение с Богом ежедневно. Второе, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Другие люди теперь будут видеть, что на вас Дух Божий. Будут видеть, что что-то не так с этими людьми, что что-то особенное происходит, что какие-то изменения в их жизнь приходят. Они будут видеть, что ваш теперь путь, ваши шаги становятся другими, не так, как мир шагает. Не теми путями мир ходит, а вы будете ходить теперь Божий. Там, где, возможно, мир проклинает, вы будете прощать. Там, где люди не благословляют, вы будете благословлять. Там, где отбирают, вы будете давать. Это путь Божий, это Божье благословение. Потому что на вас будет Дух Божий, который будет вас благословлять, который вас будет давать мудрость, будет давать наставление и понимание, как жить, как идти дальше, что делать. И третье. И все глаз небес благословящий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Знаете, теперь вы есть Дети Божьих. Теперь ты Сын возлюбленный, теперь ты Дочь возлюбленная Богом. И это очень сильно меняет все вокруг. Если мы дети, это значит, что имеем обетование. Это значит, что имеем особое благоволение в очах Бога, как в отношении к детям. Он будет теперь очень близко, его ухо будет очень близко наклонено каждому из вас. Его взор, его око будет очень дурительно смотреть на вашу жизнь. Не для того, чтобы наказать, не для того, чтобы осудить, для того, чтобы благословить. Для того, чтобы сберечь, для того, чтобы наставить, для того, чтобы привести на небо. Твой и мой дом, который Бог для нас приготовил. И, зная это, знайте, что вы теперь не принадлежите Божьему миру. Мир теперь не имеет на вас никакого влияния, никакой власти, никакого желания, никаких обетований. Теперь вы дети Божьих. Теперь у Бога на вас будет желания изменить лошадь. У Бога будет на вас какие-то обетования. У Бога на вас будет право. И в момент, когда вам будут задаваться два вопроса. Веруешь ли Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. И обещайте служить Ему в чистой и доброй совести. Вы должны громко и четко ответить, да, верую или обещаю, чтобы слышало и небо, и земля, и преисподня, что вы теперь дети Божьих. Что теперь Бог ваш Господь. Что теперь вы принадлежите Богу, принадлежите небесам, и никто не имеет права больше о вас. Не касаться, не что-либо делать в вашей жизни. И, возможно, какие-то трудности и будут еще сопровождать нашу жизнь. Но это не значит, что мы будем проходить теперь эти трудности одни. Это значит, что теперь будет Бог, который будет бдить за тем, чтобы благословить, благословить, вывести, наставить и довести до этой питоманной земли. И сегодня, после этого шага, с вашей стороны, после того, как вы зайдете с этой стороны в прообраз в эту реку Иордан, и уже выйдете с правой стороны, я бы очень хотел, чтобы в вашем сердце что-то изменилось. Чтобы эти слова, которые вы будете произносить, не были искренними. Потому что, если вы будете делать это не от чистого сердца, не искренне, то, в принципе, ничего не изменится. Войдя в воду сухим, как мы говорим, гречником, вы выйдете просто мокром гречником. Но так хотелось бы, чтобы с этого момента, как вы войдете с этой стороны в эту воду, и с момента, как вы выйдете, ваша жизнь могла измениться, стать другой. Выйдите уже совсем другим человеком. Человеком, которого Бог видит по-другому, у которого другие обетования, другие благословения, другая жизнь, другое будущее и другое наследство. Как это будет все происходить? Какие-то администрационные моменты. Сначала в воду войдут два пастора, которые помолятся за все, что будет происходить, помолятся за воду, за каждого из вас. И можно будет потом по двое человек захотить к паспору. Я, наверное, попросил, чтобы зашли сначала с сестры, потому что немножко больше времени нужно, чтобы послужить в волосы, приготовиться, переодеться. Вот отводите к паспору. Становитесь с правой стороны от него, по правой его руке. Складывайте руки таким образом, чтобы она была на другой на груди. Не вот так, не вот так, а вот таким образом. Поверх вашей руки ляжет рука пастора, и одна рука будет поднята к небу, знак того, что сейчас будет произнесена клятва, обещание, и звучит завет между вами и небеса. В этом положении, когда вы уже станете возле пастора, и рука пастора поднится, вас будут фотографировать. Какими вы хотите, чтобы вы были на фотографиях, такими будьте. Хотите улыбаться, улыбайтесь, хотите быть серьезными, будьте серьезными. Кстати, перед тем, как зайти в воду, вам нужно будет снять масочку. То есть пастора останутся в масках, так как мы соблюдаем еще карантинные меры, а вас, мы попросим их снять, потому что вас будут погружать в воду, ну как-то с маской, знаете, чтобы оно не было некомфортно, вот, будет неправильно. Поэтому мы с вас, вы можете масочку снять, положить ее на стульчик, потом вы, когда перейдитесь, вернетесь, ее, опять же, наденете. Вот, поэтому масочку снимайте, подходите, в основе пастора, пастор поднимает руку, в этот момент вас сфотографируют, и после вам зададут два вопроса. Веруете ли в Господа Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? Правильный ответ вы знаете. Вот, говорите четко, громко, да или веру. Второй вопрос, обещайте прислужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Обещаю, или тоже ответ, да или так. Потом будет произнесена фраза, на основе вашей веры, вашего обещания крестим вас в воде в имя Отца, Сына и Святого Духа. В этот момент вам нужно будет задержать дыхание буквально на полсекунды. И когда будет сказано слово Аминь, вас погрузят в воду. Погружаем мы обычно методом наклона назад. Если у вас, допустим, спина болит, или там есть проблемы со спиной, и вы не можете наклониться назад, тогда просто скажите об этом пастору наука, тихонечко, и вы тогда просто присядете, и таким образом тоже мы совершим это священное действие. Вот. И как только он погрузит, он сразу же вас поднимет, не беспокойтесь, мы под водой ни секунду, ни две, ни десять не проверяем ваши возможности, сколько вы не дышите. Вот. Этого и не будет. Мы сразу же манерина поднимаем, и после этого, соответственно, вы уже можете с радостью, с улыбкой на лице, двигаться в раздевалку, все с первой, брать, естественно, второй класс и переодеваться. Все. Какие-то вопросы может быть есть по реализационным вещам? Окей. Тогда у нас сейчас общее фото. Вот. Мы вместе сфотографируемся. Вы как есть сидите. А, да. И момент еще последний. Вы как только переоденетесь, сразу быстренько переодеваетесь, и как только переодеваетесь, возвращайтесь назад. Для чего? Потому что у нас будет еще поздравительная часть, да, праздничная, где мы вас поздравим. Я вам вручил подарки, цветы, библии, сертификаты, рамочки. Поэтому очень важно, чтобы вы как можно быстрее вернулись, и мы смогли также вас поздравить. Все. Мы фотографируемся. сфотографируемся. сфотографируемся. Батьяна, что мы с вами славы, мы получаем. Дякуйте за сегодняшний день, дякуйте за цехречения. Дякуйте, Боже, и за кожного, спасенную душу. И просто вам благословия, Господи, цехречения. Свидетесь в воду, и нехай боле, то и сегодня в нас дейсниться. Я Иисуса Христа. Амин. Первые 10-ти, можно вайти, ваксов, там, если вы, давайте. Спасибо. Спасибо. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте прислужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отцарственного и Святого Духа. Аминь. Песня. Уси, что у Христа хрестилися, у Христа завернулися, Аллилуйя! Вернуйте в Господа и Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте прислужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Уси, что у Христа хрестилися, у Христа завернулися, Аллилуйя! Уси, что у Христа хрестилися, у Христа завернулися, Аллилуйя! Говорите в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте послужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Говорите в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте послужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Веруйте. Обещайте послужить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Обещайте. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте послужити Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Обещайте. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа. Господа и Спасителя. Обещайте послужити Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Так, спеціально. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Веруйте в Господа Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Обещайте послужити Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни. Обещаю. На основе Вашей веры и Вашего обещания крестим Вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Усі, що у Христа крестилися, у Христа заглянулися. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, которую сегодня запечили с Тобой завет. Спасибо, что Тебе нужны Твои дети, мой Бог. Мы их благословляем и просим, сохраним и помим. И мы молим своим Иисусом Христа. Аминь.